Здравствуйте, уважаемые жители Самарской области. 16 ноября в регионе подтверждены 217 случаев новой коронавирусной инфекции. И за последнюю неделю вылечились от коронавируса более 1500 человек. Половина из них уже выписана из стационара. За все же время уже выздоровели 89% заболевших, а это свыше 17 тысяч человек. Но это не должно нас успокаивать или расслаблять. К сожалению, те пациенты, которые нуждаются в лечении в стационаре, по-прежнему таких пациентов еще очень много. И поэтому активно Самарское здравоохранение проводит подготовку коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. И это продолжается буквально каждую неделю. Готовятся резервные места. На этой неделе будут подготовлены 90 коек в Кенеле. Более 100 коек на базе Волжской центральной районной больницы в поликлинике Юг-2. А также идет подготовка коечного фонда в Большеглушицком, Клявлинском районах и в Самаре. По итогам оперативного штаба губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров дал поручение региональному центру компетенций внедрить элементы бережливого производства в приемном отделении больницы Милиси Середавина. Сотрудники центра уже на выходных выехали в медучреждение и отработали план действий вместе с руководством и коллективом больницы. Эксперты изучат маршрутизацию пациентов, сколько времени у медицинских работников занимает каждый этап – обследование, заполнение документации, осмотр, сбор анамнеза. И это позволит, как считают эксперты, сократить время ожидания людей и распределить нагрузку между медицинскими работниками. Такая практика может стать одной из первых в стране, где принцип бережливости будет применен в ковид-госпитале. Мы тоже, в свою очередь, в пятой больнице с начала эпидемии пересмотрели много в работе приемного диагностического отделения. И, в частности, мы значительный объем назначений, тех, которые стандартно назначаются пациентам, в частности, назначение, обследование, общий анализ крови, биохимические исследования, электрокардиограмма, компьютерной томографии легких и маршрутизацию возложили на средний медицинский персонал. С тем, чтобы пациент, не попадая еще к врачу, прошел все обязательные этапы диагностики и попадал в кабинет к врачу уже с полным набором диагностических исследований. И врачу уже намного проще было бы поставить диагноз и назначить лечение и определить судьбу пациента, госпитализировать или нет. И это все работает, позволяя нам сократить объем и время ожидания. Хотя, конечно, это происходит не всегда, когда, например, бывают дни или часы в течение дня, когда каждые 2 минуты 20 секунд, по нашим данным, к нам заходит новый пациент. И в этих случаях, конечно, время ожидания увеличивается, несмотря на то, что в приемном отделении постоянно работают 5 или 4 в ночное время врача. За неделю 14 пациентов в Самарской области было доставлено методом санавиации. Еще раз хочу подчеркнуть, что из отдаленных территорий, Соклинский, Пестравский, Пухвестницкий район, Сергийский, Богатовский, Хворостянский, Чапайск, в инфекционные госпитали Самара и Тольятти доставляются тяжелые пациенты. Очень хорошо, что сейчас мы имеем возможность доставлять таких пациентов, в том числе и санитарной авиацией на вертолете. Таких пациентов были транспортированы более 5 человек. Еще хочу напомнить об одной важной вещи. Разработаны четкие схемы лечения пациентов с COVID в амбулаторных условиях, в которых определены конкретные препараты для лечения в соответствии с показаниями. Эти рекомендации, эти показания утверждены Министерством здравоохранения Российской Федерации. И в частности, антибиотик цевтриаксон, на который сейчас наблюдается просто ажиотажный и неоправданный высокий спрос в наших аптеках, не входит в схемы лечения амбулаторных пациентов. Этот антибиотик просто не действует на вирус, и его применение совершенно не оправданно в начале заболевания. Врачи могут назначить цевтриаксон, подчеркну, но только в определенных случаях. И для этого есть показания. Показания звучат так, когда есть четкая картина, четкие проявления бактериальной инфекции. Когда на фоне вирусной пневмонии присоединились бактериальный фактор. Гнойные мокроты, высокий ликоцитоз, высокие показатели прокальцитанина. Тогда назначаются такие серьезные препараты, как цевтриаксон. И поэтому категорически призываюсь, нельзя заниматься самолечением, самостоятельно выбирать препараты для лечения, потому что кого-то так уже лечили и вам посоветовали. И при наличии, если у вас есть вопросы по схеме лечения, нужно обязательно проконсультироваться с врачом поликлиники. Если же возникнет вопрос дополнительный, на который не смог ответить врач, вы можете обратиться к администрации поликлиник. Рабочие сотовые телефоны главных врачей администрации размещены на сайтах учреждений. Сейчас в регионе реализуется программа обеспечения амбулаторных пациентов лекарственными препаратами. С 5 ноября, кстати. И все пациенты с установленным диагнозом COVID-19, и которым показано лечение, будут обеспечены бесплатными препаратами, лекарствами для проведения амбулаторной терапии. Сейчас активно Министерство здравоохранения проводит закупку необходимых препаратов, как за счет областных, так и за счет федеральных бюджетных средств. На сегодняшний день все учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, поликлиники, центральные районы и больницы, включились в эту работу. И по мере поступления препаратов, медицинские работники будут доставлять их пациентов строго в соответствии с показаниями. В частности, сегодня в регион планируется поставка 14 тысяч упаковок трех видов препаратов для лечения пациентов с COVID-19. На дому, подчеркиваю. В ближайшие дни эти препараты будут доставлены в поликлиники региона и назначены пациентам. Еще раз обращаю внимание, что необходимые по медицинским показаниям препараты будет назначать ваш лечащий врач, по сути дела ваш участковый врач, лекарственные препараты выдаются медработникам на дому и бесплатно. Принимать лекарства нужно строго по назначению врача и строго в соответствии с планом лечения. Количество назначенных препаратов зависит и от состояния пациентов, потому что могут быть противопоказания, и от схемы выбранного лечения. Поликлиники наши знают все рекомендации, знают схемы и лечения, и как только препараты будут поступать в их распоряжение, эти схемы будут применять. Я знаю, что уже и сейчас применяются, но так как закупка препаратов и, надо сказать, серьезный спрос на всей территории России создает определенные сложности. Но я хочу подчеркнуть, что Министерство здравоохранения приложило максимум усилий, чтобы обеспечить заказ и поставку в Самарскую область необходимых препаратов. В ближайшие дни, буквально каждый день будут поставляться, каждый день на этой неделе будет новая-новая партия поставок. Хочу еще раз обратить ваше внимание, что продолжается вакцинация против гриппа. И призываю всех, кто еще не успел привиться, успеть это сделать сейчас. Уже, кстати, более миллиона двухсот тысяч человек привились, из них 350 тысяч детей защитились от гриппа в Самарской области. Почему об этом надо говорить? И казалось бы, где ковид, а где грипп? Дело в том, что, к сожалению, ожидания эпидемиологов о предстоящей эпидемии гриппа не очень радузны и настораживают нас, потому что, может быть, и достаточно тяжелые штаммы гриппа. Поэтому эта вакцина содержит в себе все наиболее вероятные штаммы гриппа. И привившись этой вакциной, мы в значительной степени себя можем обезопасить. Либо от заражения, либо от тяжелых исходов. И мы сейчас уже видим определенные изменения в течение заболеваний коронавирусных пациентов, тяжелых, которые заставляют нас думать о том, что уже вполне возможно, что появляются первые пациенты с гриппом. Мы проводим исследования, пока они это не подтвердили, но у нас есть время. После прививки иммунитет вырабатывается в течение месяца. Поэтому до эпидемии надо успеть быть проиммунизированным и выработать в своем организме необходимые антитела. Еще раз призываю. Соблюдайте необходимые береги безопасности, масочный режим и социальную дистанцию. Ограничьте пребывание в общественных местах. Особенно те, кто страдает хроническим заболеванием или возраст. Я хочу обратить еще особое внимание. Пациент, инфицированный вирусом коронавируса, не заразен тогда, когда у него появились признаки. Точнее, не только в этот момент. Он становится заразным за несколько дней до того, как у него появились симптомы. Температура, ломота, кашель, слабость. До этого. И поэтому, если ваш собеседник, ваш товарищ по офису, казалось бы, ничем не болеет, это совершенно не значит, что он не инфицирован и он не может вас заразить. И поэтому пренебрежение масками, пренебрежение дистанции является порой губительным и чрезвычайно опасным в силу возможных последствий. Читайте, особенно руководители различных предприятий. Читайте внимательно постановления губернатора. Запрет на работу в ночных условиях, запрет на проведение массовых праздников, ночные клубы. Если дети появляются в торговых центрах, в фудкортах, в зонах общественного питания без родителей, это является нарушением. Но ответственность за это будут нести собственники подобных торговых центров. И вплоть до закрытия. Ситуация настолько серьезна, что просто штрафами один-другой уже можно не отделаться. Проявите сознательность. Читайте внимательно постановления губернатора. Это первый. Следующий момент. Согласно решению федеральных органов и Роспотребнадзора, и Министерства здравоохранения, и Минтруда, нам предписано медицинским работникам все листы нетрудоспособности выдавать в электронном виде. И мы это можем делать легко. Но многие предприятия еще не ввели у себя программы, а установить эти программы очень легко, чтобы через фонд социального страхования можно было оплачивать электронные больничные листы, выданные вашим работникам. Это работает уже давно, уже два года. Но мы сталкиваемся с тем, что мы, выдавая электронный больничный лист, пациент, получив его, приходит в свою бухгалтерию, а ему говорит, нет, нет, неси, пожалуйста, бумажный. Человеку приходится возвращаться в учреждение, идти в поликлинику и порой несколько часов ждать, чтобы закрыть этот больничный лист. Не утруждайте, не создавайте ненужных хлопот и суеты, а самое главное рисков для своих сотрудников. Поэтому призываю руководителей юридических лиц, нужно вступить в контакт с фондом социального страхования, получить необходимую информацию и внедрить у себя процедуры и формы оплаты больничного листа в электронном виде. И, наконец, последнее, что в случае проявления первых признаков заболевания не занимайтесь самолечением, ограничьте сразу максимально свои контакты и обращайтесь за медицинской помощью в поликлинику. Я напомню, что работают телефоны горячей линии для вызова медработников на дом. Это 8 800 30 22 163, 8 846 307 77 и 78. Берегите себя и своих близких. Соблюдайте самые простые и подчеркиваю действенные меры по защите от опасного вируса. Я вам желаю всего доброго. Будьте здоровы. Спасибо. Спасибо.